Индустрия моды сегодня это сфера, в которой задействовано намного больше людей и профессий, чем представляется обывателю. Модельеры и модели, стилисты и фотографы – это далеко не весь перечень специалистов, задействованных в данной сфере. Сегодня востребованы в том числе и кадры, которые модную продукцию продвигают и разрабатывают спешные стратегии развития. Дарья Ядерная. Свои 27 она владеет исследовательской компанией, преподает в Британской высшей школе дизайна и российском ГИМО. Она знает, что нужно, чтобы фэшн-бизнес приносил дизайнерам не только творческую самореализацию, но и доход. Мы встретились с Дарьей на Урал Бьюти Фест в Екатеринбурге, где она выступила в качестве жюри на конкурсе начинающих дизайнеров BN Fashion и представила свой мастер-класс. Достаточно много школ, где их учат дизайну, как создавать коллекции, как чтобы круто, как чтобы стилистически выверено, как чтобы целостно. Но потом никто не рассказывает им, как это можно продать. Много талантливых ребят и брендов, которые погибают просто потому, что они не могут коммерциализовать то, что они делают. Соответственно, моя задача как раз рассказать им, что это можно сделать, что на рынке есть много возможностей, что есть журналы, которые готовы снимать, поддерживать. Есть знаменитости, которые готовы их носить, выложить инстаграм, люди то увидят, это сразу огромная узнаваемость для бренда. Просто надо не бояться такие возможности рассматривать, их использовать. И, конечно, в итоге все равно любой бизнес, он бизнес прежде всего. А такой бизнес, как дизайнерский, бизнес еще в большей степени, потому что риски очень велики. Потому что мы работаем все-таки с ощущением покупателя, с его эстетическими характеристиками. Это практически неосязаемые вещи, а при этом зарабатываем мы, в общем, вполне осязаемые деньги. И вот это противоречие между творчеством и коммерцией, оно всегда у любого дизайнера присутствует. И моя задача попробовать ему помочь как раз выровнять вот этот баланс, для того, чтобы он был в меру коммерческий, но эстетически очень интересный. Да, ездить, конечно, придется, но не обязательно находиться физически в Москве. Можно жить здесь и, в общем-то, вполне успешно совмещать это с бизнесом. Тем более, что бизнес все равно, в конечном итоге, заоточен не в Москве, а распределен по всей стране. И откуда вы его контролируете, не так важно. Дело в том, что именно вещи физически должны находиться в Москве. Потому что даже если пиар в Москве есть, но вещи негде взять на съемку, то невозможно снимать. Поэтому все-таки какое-то представительство должно быть, где эти вещи можно посмотреть. Не обязательно, что это прям пресс-офис или шоурум, но, может быть, это какое-то место, где бренд продается. Например, магазин, в котором стилист может взять вещи на съемку. Просто если взять нельзя, то единственный вариант продвижения – это рассылать лукбуки и фотографии на травку. Это там на белом паконе, надеяться, что это пойдет в какие-то коллажи или подборки модных журналов. Это тоже возможно, это тоже происходит, и на старте это тоже бывает. Но это все-таки не полноценная репрезентация бренда, поэтому, конечно, лучше, если какое-то представительство там есть. Но, опять же, дизайнеру для этого физически там быть не нужно. Обязательно посмотрите бренд «Фетиш». Это бренд сумок, такой навеянный идеями супрематизма, русский авангард и так далее. Это российская марка, которая родилась вообще в Пензе изначально. То есть вот продается сейчас в Гонконге, продается в Париже, продается в Милане, продается у нас в России в наших знаковых точках. И это пример такого премиального бренда, который может вполне себе успешно продаваться там за рубежом, несмотря на то, что цена у него там достаточно высокая. И из массовых брендов можно посмотреть на бренд Анастасия Коваль, это холенинградский бренд, который делает повседневную одежду, повседневные платья, офисные костюмы и так далее. Достаточно широкая ассортиментная линейка там и в жаккардах, и в эскозе и так далее. В принципе, ориентирован на женщину со средним доходом, в которой хочется ориентироваться на моду, но, скажем, не суперавангардную, а вот такую актуальную тренду. Совсем недорогие изделия, в прошлом году объем производства у нас составил 40 тысяч единиц, в этом году мы надеемся, что будет 140 тысяч единиц. Тоже продается по всей России. Сейчас вот мы через месяц впервые покажем коллекцию в Париже, посмотрим, какая будет реакция. Но более массовый бренд, такой на большие количества рассчитанный, но, тем не менее, вот очень такой успешный, хорошо продающийся бренд, у всего полтора года на самом деле. И, тем не менее, уже там суперкоммерческий успех, тоже, может быть, интересно будет посмотреть на него. Самое важное, это не пытаться выглядеть нерусским дизайнером. Вот это очень важно. У нас дизайнеры все пытаются выглядеть, как будто это итальянский бренд, французский бренд, там, бельгийский, японский. Не надо этого. Прикруппают русский дизайн именно за то, что он русский. Я не имею в виду даже под словом русские, там, кокошники, палопосадские платки. Я имею в виду русские с точки зрения характеристики. Вот там, русский авангард, русский балет, супрематизм. Какие-то вот такие тематики того, как мы пропустили Россию, да, через себя. Есть несколько брендов с такими языческими, старославянскими тематиками. В Екатеринбурге есть такой бренд, очень интересный. Вот идея такая, старославянские, староязыческие какие-то орнаменты возродить современные совершенно одежды. Вот это очень круто. Это 100% будет Европе продаваться, потому что для людей это действительно, ну, революция, вообще восприятие того, какая может быть Россия. Что это, там, не мишка водка хлама, а что, на самом деле, у нас огромное культурное наследие, которое мы можем пропустить через себя. Поэтому вот здесь надо подумать о том, как вот русскость, она отражается в коллекции. Мы сейчас работаем с очень крутым дизайнером тоже, который сделала коллекцию. Которая вдохновлена Архангельском и Белым морем. Бренд называется Fior. По-шведски, значит, маяк. Но реально выглядит очень по-скандинавски, но в то же время очень по-русски. Вот это круто. То есть, действительно, для них это важно. Вот, что я все-таки сохраняю свое ощущение того, что я из России, но в очень необычном, современном, актуальном тренде. Продолжение следует...